Всем здравствуйте! Меня зовут Галина Васильевна Можайская. По образованию я учитель начальных классов и музыки. В данный момент преподаватель Академии СОФМОСОР. Тема моего выступления – это изучение музыкального языка программы СОФМОСОР. Я не буду углубляться в то, как полезно заниматься музыкой и игрой на фортепиано. Расскажу, как и с помощью чего можно изучать музыкальный язык и сделать любого человека музыкально грамотно. Тем более, что сейчас позволяет это сделать технологией. На уроках математики дети изучают цифры и оперируют ими. На уроках русского языка дети изучают буквы и также оперируют ими. А в музыке есть ноты. Но умеет ли большинство читать нотный текст? К сожалению, нет. В любой школе есть такой предмет, как музыка. Но на самом деле это урок о музыке. Где, как правило, слушают музыкальные произведения. Очень пассивно слушают. Споют, хлопают в ладоши. Примят шумовые инструменты и даже рисуют на уроках музыки. Это никакого отношения не имеет к изучению музыкального языка, музыкальной грамоты. Музыку нужно рассматривать и изучать прежде всего как язык, а потом уже как искусство. Есть уникальный инструмент, который сможет сделать уроки музыки живыми, интересными и научить детей читать нотный текст. Вот как сейчас я поделюсь с вами этим. Система SoftWay to Mozart – это комплекс обучающих музыкальных программ для компьютера и подсоединенного к нему электронного инструмента, синтезатора или пианино. Автором интерактивной компьютерной обучающей программы SoftMozart является музыковед, педагог Лена Владимировна Хайлик. Данная система представлена на выставке научных достижений в университете имени Герцена в Санкт-Петербурге. Признана в Московской консерватории имени Римского-Корсакова. Одобрена Министерством культуры Российской Федерации. В частности рекомендую использовать эту программу в российских дошкольных учреждениях, музыкальных классах, государственных школах для детей с ограниченными возможностями, то есть для инклюзивного образования. Автор метода перевернула нотный стан ключами вверх, чтобы показать взаимосвязь клавиш с линейками и пространствами нотного стана. Взрительно видно, что каждая линейка и каждое пространство переходят в белые клавиши. Вертикальный нотный стан стал научным открытием, научным фактом, научным достижением. Начинающий видит карту перед собой и понимает, что играет левая рука, а что играет правая рука. И какие клавиши нужно нажимать на линейках или между линейками. В ТОФ МОЦАРТ за каждой нотой закреплен символ, как вазбук. До, домик. Ре, репка. Ми, мишка. Фа, факел. Толь, солонка. Ля, лягушка. Си, сито. Образы пиктограммы отображены на азбучных нотах нотного стана и на закладках за клавиши, как вы видите на фотографии, либо есть наклейки на клавиши. Это позволяет начинающему мгновенно найти нужную клавишу, соответствующую ноте. Через мультимедиа программы СОФ МОЦАРТ мы можем увидеть рождение звука, его развитие и завершение. Каждая длительность программы представлена в виде бутона, распускающегося цветка. Анимированные персонажи сигнализируют о том, что нужно отпустить клавишу или подержать еще, или допущена ошибка. Получается, что ученику не нужно высчитывать длительность нот. Она заложена в алгоритме программы. Длительность каждой ноты стала видимой и зрительно контролируемой. Уникальная анимированная подсказка понятна всем начинающим, и они быстро учатся. Удобное программное обеспечение помогает не только читать музыку, но и следить за ошибками. В процессе исполнения произведения ученик видит свои недочеты на экране и самостоятельно их исправляет. Зрение человека по природе своей точечно линейно. Все языки мира линейны. Глаза могут почитать лишь одну единственную строку, одну единственную дорожку информации. На нотном стане в традиционной подаче таких дорожек 22. Глаза человека физиологически не готовы читать несколько строк сразу. Но нашлось решение, когда перевернули нотный стан ключами вверх. Появилась одна единственная дорожка информации, одна строка, на которой сосредоточена вся информация о том, какие ноты нужно играть и как долго их нужно держать на клавишах. Наука начинается там, где начинаются измерения, как сказал Менделеев. Данная система измеряет зрительно-моторную задержку ученика при чтении нотного текста в точных цифрах и помогает любому педагогу увидеть, как у начинающего развиваются навыки с нуля. Ученик также видит свой результат, но и может повысить его результативность. Вот посмотрите, на экране показаны цифры в программе. Зеленым светом 175 нот, количество правильно сыгранных нот. Всего 180 нот в пьесе, это показано красным шрифтом. 44 синим шрифтом показано время, потраченное на совершение действия, то есть поиск ноты, клавиш и нажатие. Вот замеры зрительно-моторной задержки нет аналогов в мире. Цифра в программе является мощным мотиватором к самосовершенствованию, то есть есть стремление сыграть без ошибок. Ни в одной школе мира, наверное, не изучается музыкальный алфавит. Мы же придаем ему особое внимание. Не буду останавливаться на этом. Далее. Разный формат нотного текста, от простого к сложному, от конкретного к абстрактному, помогает тренировать зрение. То есть мы так же, как и от азбуки, вот мы начали изучать азбуку, входим к чтению больших текстов. Точно так же и в музыке. Мы от азбучных презентаций переходим к чтению традиционных нот. Очень мягко и постепенно. Интерактивные игры-тренажеры. В программе SoftMozart 7 модулей, каждый из которых имеет свое особое назначение. Это не просто игры, а тренажеры для тренировки многих важных навыков. Ну, координации глаз и рук, мелкой моторики, умение фокусироваться на движущемся объекте и так далее. Самое важное и самое главное, это то, что ученик сам может общаться с музыкальным текстом один на один. Ну, когда человек хорошо учится, когда делает все сам. То есть никто за человеком только сам. Он здесь оперирует нотами и клавишами. Итак, программа создана для всеобщего пользования. То есть могут заниматься и малыши, и инвалиды, дети с ОВЗ, и взрослые, и профессионалы. Можно и групповые занятия организовать. И даже обучаться дистанционно. Здесь я вам покажу класс. Этот класс находится в гимназии в городе Астана. Посмотрите, как оборудован. То есть есть все необходимое для того, что были полноценные уроки музыки. Здесь дети прямо оперируют нотами, клавишами, то есть неразрывной системой. И есть еще один пример в России. Класс музыки в общеобразовательной школе. Город Роменское. Вот так тоже оборудован класс. Здесь у нас идет немножко зарубежье. Покажем. Из своего личного опыта. Я являлась организатором класса по методике Владимира Ивановича Жохова в городе Биске. И также была воспитателем начальной школы в этом классе. Это мои детки. Из 16 человек, 10 человек обучались по программе SoftMozor в индивидуальном порядке. Что нам это дало? Дети научились читать нотный текст. Это раз. Второе. Они могли участвовать в международном концерте Академии SoftMozor. То есть показали себя на международном уровне. Вот они-то стоят с сертификатами. Но правда здесь не все. Мы устраивали тематические концерты и на Новый год, и летом. Готовили поздравления к 8 марта. А также к праздникам 9 мая. Делали музыкальное сопровождение к спектаклям, к музыкальным сказкам. И также поздравляли своих учителей во время урока. Выносили инструмент и делали музыкальные подарки. У нас были музыкально-литературные гостины. Например, по литературе, по программным произведениям давалось какое-то стихотворение. И дети, играющие на музыкальных инструментах, но не только на фортепиано, должны были подобрать музыку к данному стихотворению. То есть, чтобы она была приближена по характеру, по интонации. То есть, очень интересный вид работы детям всем понравилось. То есть, вот такое сочетание музыки и литературы было бесподобным. Вы можете использовать программу «Софт Моцарт» на уроках музыки в своих школах или дома. Создать кружок, где дети могли бы заниматься в группе или индивидуально. Надеюсь, что мой опыт будет полезным, вдохновит и поможет создать педагогам увлекательную обучающую музыкальную среду для детей. Да, 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 я слышу, слушаю вопрос. Да, да, да. И сейчас он... Да, у нас был такой проект, что «Научи хорошему». То есть, научи хорошему другого ребенка, человека, неважно, какого он возраста. Мой сын встречался с детьми, с родителями и обучал их по программе «Софт Моцарт». То есть, люди прям выходили в чтение нот. Особенно вот наша бабушка, она у нас, конечно, здесь рядышком, ей повезло. То есть, она вышла в чтение нот. Это можно посмотреть все в Ютубе. Сейчас Аким также продолжает у меня заниматься с детьми. У него набрано 5 учеников. Он все это делает совершенно бесплатно, потому что это у него педпрактика.